Всем привет дорогие друзья! Очередная распаковочка социального смартфона от компании Fly под маркой Nimbus 8. Это новое видео на канале GadgetMoney. Мы начинаем. Поехали! Дорогие друзья, одна коробочка уже была открыта. И вторая коробочка со смартфоном Nimbus 8 из посылочки от производителя от компании Fly. Вот такие вот технические характеристики. Они довольно-таки совсем-совсем бюджетные. Но опять же данный смартфон рассчитан для именно тех людей, которые хотят получить не просто звонилку с кнопками, а хотя бы хоть какое-то современное коммуникационное средство. В этом видео мы посмотрим как оно выглядит и если вам оно понравится, соответственно сделаем на него обзор. Все это поставляется уже в привычной за последние полгода коробочке. Пока смартфончик в сторонку отложим. Здесь у нас стандартный комплект. Это USB-micro-USB провод. Наушнички. Она же гарнитурка. Не совсем хорошего качества. Потому что они комплектные. Сами знаете, что ждать от комплектных наушников в бюджетном устройстве. И вот такое вот фирменное зарядное устройство 0,5 А. Есть еще фирменный гарантийный талон и руководство по эксплуатации на русском языке, если вы вдруг не знаете, как пользоваться современным смартфоном. Все это откладываем в стороночку. Берем в ручки сам, соответственно, смартфончик. Моделька интересная, потому что она стоит, в принципе, довольно-таки сносных денег. До 5000 рублей. Выглядит тоже достаточно интересно. Выбрал именно ее, потому что, во-первых, это удобная диагональ дисплея. 4,5 дюймов. Во-вторых, это интересная структура пластика. Как вы слышите, он немножко такой текстурированный. Из руки смартфон, соответственно, не будет выпадать. И давайте сразу пробежимся по его внешнему виду. Так, задняя крышка, как я понимаю, съемная. Да, совершенно верно. Модуль 5-мегапиксельной камеры. Светодиодная вспышка. Надпись Fly. Снизу у нас микрофончик. Больше ничего нет. На правой грани у нас клавиша сдвоенной регулировки громкости. Она пластиковая, как, в принципе, и сам корпус смартфона. Клавиша включения-выключения. Вверху. Сверху у нас есть 3,5 джек и зарядка microUSB или синхронизации с компьютером. На левой грани у нас ничего нет. Хочу обратить ваше внимание на вот эту вот интересную фасочку из более светлого пластика в серой окантовочке, в сером цвете. Она выглядит довольно-таки прикольно и создает общее впечатление компактности и, скажем так, аккуратности дизайна. Давайте попробуем снять нижнюю крышку, если она все-таки снимается. Я вам так заранее сказал. Да, она снимается. Она слемная. Здесь мы с вами обнаружим аккумулятор. Вот такой вот емкостью 1700 мАч. Здесь у нас есть решеточка динамика. Две, как я понимаю, полноразмерные сим-карты. Нет, не полноразмерные микросим-карты. Карточка памяти отдельно. В принципе, все достаточно интересно собрано. То есть, все, что хочешь и получаешь от устройства. Почему выбрал данный смартфон на распаковочку? Потому что сейчас очень популярная тема именно с контрактными телефонами. Большие сотовые сети, такие как МТС, Билайн и так далее, продают смартфоны с каким-то контрактом. То есть, смартфон сам в себе стоит там 3000 рублей. Еще три надо заплатить, в принципе, за сотовую связь. Здесь же все то же самое, только платить не надо за сотовую связь. Здесь SIM-free аппарат без каких-либо проблем. Передний экран выглядит вот таким вот образом. Передняя часть у нас есть двухмегапиксельная камера основная. Есть решеточка динамика. Здесь вот есть три таких клавиши. И этот смартфон управляется под Android 6.0. Очень-очень хорошо, потому что здесь всего лишь 512 мегабайт оперативной памяти. В 2016 году ай-яй-яй компания Fly так делать нельзя. Потому что даже в бюджетке надо ставить хотя бы 1 гигабайт оперативной памяти. Пока смартфон загружается, вы можете наблюдать его внешний вид. Конечно же, говорить здесь о каких-то защитных стеклах не стоит. Это, скорее всего, пластик. Но, опять же, стоимость смартфона нам говорит о том, что тот, кто его покупает, реально понимает, что он делает. Мне нравится вот эта вот серая полоска в окантовочке, в дизайне данного смартфона. Очень насыщенный дисплей. Наверное, как всегда, по умолчанию выкручен на максимум. Сейчас мы быстренько настроим. Итак, друзья, вот такой вот у нас экранчик. Это TFT-матрица 854х480 точек. Конечно же, ждать от него с воздушной прослойкой, это все дело понятно. То есть, это совсем-совсем бюджетненький экранчик. Но, между тем, он очень достаточно яркий. Опять же, давайте просто подумаем о том, что если вы покупаете звонилку за 3,5 тысячи рублей, а сейчас в среднем нормальная звонилка стоит примерно таких же денег, вы добавляете совсем-совсем чуть-чуть, там, тысячу-полторы, и получаете уже не просто звонилку, а хотя бы какое-то устройство, которое будет, допустим, вас соединять с внешним миром с помощью интернета и каких-то возможностей, которые может себе позволить современный смартфон. Давайте послушаем, как звучит динамик. Что обычно у нас делают в таких случаях? Так-так-так, экранчик у нас на максимальной яркости. Есть Miravision. Так, звуки, звуки и уведомления. Ну, опять же, ждать здесь... О, боже! Да, друзья, ну, сами все видите. Вот это мне, конечно, совсем не нравится. Ну, здесь, опять же, такой посредственный динамик. Может быть, даже сможете пропустить звонок, потому что громкость динамика, если оценивать по 5-бальной шкале, это примерно на 3, 3 с минусом. Друзья, какая здесь камера? Вроде как 5-мегапиксельная. Ух ты как! Конечно же. Вот так вот фотографирует камера данного смартфончика. Давайте еще раз попробуем сфотографировать. Ни фокуса по касанию, ни чего другого нету. Телефончик, скажем так, с функциями смартфона для первоначального использования предустановлен Яндекс.Лаунчер, как в последних, в принципе, телефонах от компании Fly. Что ж, друзья, мне нравится внешний вид данного смартфона-телефона. Я больше даже бы сказал телефона с функциями, с расширенными функциями смартфона, потому что здесь есть какая-никакая камера, здесь есть сенсорный какой-никакой экранчик, здесь есть возможность выходить в интернет с помощью 3G, здесь достаточно средненький, даже, можно сказать, меньше, чем средненький процессор от компании Mediatek. И, в принципе, конечно же, ждать каких-то чудес от использования данного смартфона речи быть и не может. Поиграть на нем в игры вы, конечно же, не сможете. Это как запасной телефон с двумя сим-картами, либо как основной телефон для подростка, может быть, или совсем юного молодого человека, который только пошел в школу, или, может быть, даже еще ходит в садик. Потому что, если даже он разобьет или потеряет данный смартфон, денег будет абсолютно не жалко, потому что стоит он меньше 5000 рублей. Вам большое спасибо за то, что посмотрели данное сумбурное видео. Подписывайтесь на канал, конечно же, ставьте лайки. Заходите в наши социальные сети, ссылочки будут в описании под этим видео. Пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru. Это купон на скидочный сайт, конкретно от нашего канала. Там вы найдете всевозможный выбор скидок, акций, распродаж и все, что есть в интернете по халяве. Всего доброго. Пока-пока. Продолжение следует...